С нового года все сопроводительные документы на товары, подлежащие ветеринарному контролю, будут оформляться только в электронном виде с использованием Федеральной системы «Меркурий». Ее разработчиком и оператором является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Хозяйствующие субъекты, занятые оборотом продукции животного происхождения, в ближайшее время должны зарегистрироваться в системе и уже с 1 октября начать перемещение и прием продукции в сопровождении электронных документов в тестовом режиме. Тему продолжит моя коллега Ирина Нежалова. На примере одной из компаний специалист государственной ветеринарной службы Елена Макеева показывает нам, как работает система «Меркурий». То есть перевозка идет со сменой владельца, то есть мы идем, везем на виду с ОПХ. Номер машины у них водится, есть свой 456. Молоко идет охлажденное. Далее добавляются получатели. С помощью «Меркурия» можно отследить всю цепочку движения готовой продукции – от переработки сырья до хранения и реализации на прилавках магазинов. В свою очередь это позволит при необходимости найти и отозвать из оборота опасный или некачественный товар. Еще одно преимущество нововведения – экономия времени. Они удаленно в своем аккаунте нам посылают документы, мы их принимаем электронно. Дальше они идут уже на реализацию, то есть они сами же в свои магазины могут их пересылать. Мы только подтверждаем эту заявку. Тех, у кого нету, это на самом деле будет занимать очень много времени. Интересуемся у главного ветеринарного инспектора Ненецкого округа, не возникнет ли проблем при работе с системой у оленеводов. К примеру, убойные пункты, которые находятся далеко от населенных пунктов округа, лишены возможности доступа в интернет. Оказывается, и в этом случае предусмотрено решение. Они могут передать эту информацию в ближайший ветеринарный участок, он будет выписан, здесь будет выписан документ на него. Это предусмотрено правилами. Обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю, вводится с 1 января следующего года. К товарам относятся в том числе готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или рыбы, а также макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой и другие товары, содержащие продукцию животного происхождения. В нашем регионе оборотом этих товаров занимаются 160 юрлиц и 45 индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день к системе электронного взаимодействия подключены только 133 из них. На сегодня в системе наиболее так хорошо, скажем так, работают наши большие хозяйственные субъекты, которые занимаются таким обширным оборотом. Это и городское потребительское общество, Нижнепечорское потребительское общество, это хлебозавод. Есть и хозяйствующие субъекты, есть и хозяйствующие субъекты, связанные с СПК ЕР, ООЕР, мясокомбинат начал заниматься. Для перехода предприятия к обязательной электронной сертификации в округе разработан план-график, в соответствии с которым до 15 сентября хозяйствующие субъекты должны зарегистрироваться в системе Меркурий и уже с октября начать перемещение и прием продукции в сопровождении электронных ветеринарных документов в тестовом режиме. Переход на новую систему, безусловно, потребует подготовки специалистов. Консультационную помощь здесь готова оказать государственная инспекция по ветеринарии. Мы хотим провести обучающие консультации, по большому счету обучение. Примерные сроки будут 25 сентября, потом 10 октября и 16 октября. То есть мы предусматриваем примерно три потока, там обучение будет в пределах двух дней. Точные даты проведения обучающих консультаций будут зависеть от наполняемости групп. Также возможно проведение индивидуальных занятий. Подробную информацию можно уточнить по телефону 2-12-73.